здрасте молчат на iphone снимаю свобода волка в афинке уже шерсть такая густая красивая появляется ты чё кто же в ванной купаешься тайрочка ой тут гвозди косить на наружу сегодня буду косить поле вот здесь хорошо сейчас не сильно растет трава спасает конечно волки на свободе 4 должно быть вот так 4 питбуля 1 кобель три суки а у меня наоборот волков так иди а мои девочки блин красивые волчатки у нас получились уже матерей завтра уже будут газовать на свою мамку посмотрите какая она красивая помечаются смотрят дети мои салиска там это пакет мой пакет его клемка вниз будем спускаться хочу посмотреть как там обстоят дела строго подъем сейчас а на автомате пол шестого в 5 30 стою полчаса раскачиваюсь думаю пойду волков отпущу моих красавчиков они красивые живут пас пойдемте друзья посмотрим даже на этом не был что-то у нас с траву с озером там только у нас спайк бывает за лягушками бегает вечно это тоже трактор что надо вызвать видите кори докопали до корня обидно вот здесь все таки сейчас как будто хочется подсыпать простую землю видите вот здесь я не стал сеять аж купил газовую траву не стал сеять ну пусть натурально просто она такая густая еще и когда спайк трава но зацепит газовую пускай не кайф блин а нафиг газон и у нас же есть этот сладкий эти мои сладкие классные айфон идеально снимает цвета все как есть так есть бывает iphone снимает не совсем то видите друзья постоянно комментирую видео на что люблю эти вещи качественное видео где-то все пойдем дальше не почти а вот смороз да ничего покоюсь сорняки с мороза так трава не густа да болотится смотрите насколько а охренеть просто такого еще не был просто гляньте ни хрена еще месяц засухи тут вообще останется лужа сейчас бегать начнут вокруг я сказал хочу я здесь один буду я не понял все переживаю что там двери доска гниет не депутому откроется вот так выбегут поэтому хочу пойти посмотреть пока стопик не на все за финка подбежала я заскулила и обратно туда любит и боится не знаю чем я вот сейчас открыть и пойти с ними тоже самостоятельно и как за пить были за них переживать на не пропадут о вот ничего правда два метра забора это маловато объективно объективно мы как тут классно щенков нам нужно сюда вообще тут надо конечно провести обрезку не обрезку лично что-то падает стареет на забор конечно но мы в тот раз с юрочку когда работали подправили неплохо где я я я я всего я изучаю где 6 дыра вдруг получится ускакать мне вот хотя бы еще пол метра мы добавить лишь бы этот забор стоял у меня хоть так это все это временно я еще планировал временно сделать а затем и вы мои сеньки мои дядь я вас посыпаю не хотите скажи так мало с нами времени проводится доверия тебе такое максим блин вот тут раз я покосил смотрите отравила тут вообще косить не надо отлично да мы любить друг друга будем афей мы любить друг друга будем вообще нет красотка ты моя красотка ты моя красотка ты моя красота мне классно классно смотри вот эти ветки убрать деревья распили один день один день тут убить надо это минимум вот эти корешки конечно хотел бы мини трактор вызвать вот эти вот это вот свалилась надо распилить красотка может вот это вот свалилась как она тут свалилась никого не прибил прям по дороге класс друзья всем хорошего настроения с утра этот ролик буду выставлять все зарядились витрине волчьи настроен на везде афинково чистый лесной зверек получился получилось по окрасу луна это грация это так более красота такая изящая афинка и красивая и окрас такой лес лесной пайра у нас по-своему очень красивая нам все таки это озеро засыпать делай так пологую горочку вот здесь здесь уже ровненько полянка будет а А если копать уже озеро, то вот здесь копать здесь ничего не сползает, земля хотя опять-таки, вот такие болота здесь получаются. А если делать капитально, то это уже, как говорится, денег. Надо вкладываться прилично. Пока пойдет, пока распыляться не могу. Нужно пока. Вообще, воду бы здесь, конечно. Кстати, вот от соседей, у них вот тут, видите, вот там у них есть этот, типа чуть выше колодец, а тут у них тоже прудик маленький. И вот так вот вода сочится. Подземная вода идет сюда. Я как-то вызывал человека, который ищет воду. Ну, подземные воды. Он сказал, у тебя здесь вообще ничего нет. Только вот здесь появляется где-то уже повыше. Потом. У меня есть видео. Так что мы не забыли. где-то, он сказал, вот в этих местах. Или я уже не помню. Там точно, я знаю, ближе к Волкам. И наверху где-то сухое дерево. Вот так как-то. Вот имею в виду, здесь бы воду тоже пробурить, зато можно было раз озеро наполнять. жаль, что там глина. Сразу все пачкается. Зайдут помутят вон, и все. Все грязно. Когда не купаются, зимой, осень, вода там чистенькая. Так, так. Ну, в принципе, косить. Вот весною офигеваешь тут косить. Не успеваешь. И густая, сочная. А сейчас такая трава, что в три раза проще погасить. И не везде растет. Я удивился, что там в зоне леса трава выросла, и причем немало. Ну, там всякие сорня. Все, уже готовы, семья. Весной сам себя посеял, считайте. Поля сама себя посеял. Хочу здесь деревья понасажать. Это, наверное, уже следующая весна. надо, надо, надо. И надо побольше, чтобы сразу было. Ну, в принципе, здесь, знаете, вот здесь хочу парочку. Там дерево два, посадить. Три. На склоне. На уклон. Уют. Деревья, это уют. Вот здесь, когда два дерева было, хоть и таких уже старых, все равно уютно было. И чего? Афинка сразу пишет. Игры. У них игры, драки, доминация. Со стороны Афинки доминация вечная. Давай, давай, я сниму, как вы кувыркаетесь. Что вы там нашли однако? Как с ними удобно? Не заниматься, не требуя. Только внимание твоего. Когда я вас пощупаю от души? Вообще, вот если я питам даю 250-300 грамм корма, этим 450 даю, хотя по весу они одинаковые. Не знаю, мне кажется, что им хоть что-то больше, а по сути больше не есть хорошо. Поэтому им надо 350 давать и достаточно. с учетом, что они каждый день двигаются, тратят энергию. Просто когда много корма, это вызывает несформированный стул. Вот у пятов все четко со стулом, а эти мне кажется все-таки перекармливаю. Жалко вечно, да? Да. Так, я сейчас буду садиться, и делать проект на питомник. Все, пришло время. Сейчас я... Хотите, пойдемте зайдем, волчар, пойдемте. 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 Они любят что-нибудь свистнуть. Кстати, тут можно закрыть, они уже не выйдут. Но они, поверьте, они выйдут, они разгрызут здесь все, что хочешь, лишь бы выйти. Да, буду планировать сейчас по-умному все делать. Все-таки здесь буду в дальнейшем плиты ложить и делать этаж в дальнейшем. Потому что вот что, зря это все оставляли в выпуске. все-таки сделал. Просто не хотел сильно нагружать. Ну, думаю, сделать капитально, но не сильно громоздко. И хочу сделать до вот этого балки ригеля остальной балкон, чтобы вот до сюда был упор, меньше туда на край. И да не бойтесь, здесь будет терраса, а это зал будет здесь. Здесь вот тоже будет закрываться блоком. здесь хочу до зимы закрыть, чтобы уже дождь, не дождь, стену не мочил и можно уже сюда много что складывать, я не знаю. Ту же косилку, я не знаю, мотоцикл, ну вот навес вам, да? Опа, что так? Отсюда даже другой, да? видите, зеленее, не страшно, но неприятно. Так что буду планировку думать, сочинять, она уже есть на броске, но я хочу теперь вот уже опыта больше, хочу вот, чтобы были удобства максимальные. И все предусмотреть максимально. Надо большую котельную делать. Диа, 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 глазки не текут, чуть-чуть, скажи, там есть. Да, умеру. конец. И все диа, ты довольный, явлик? Вот эти мои, умери. Какие они мне добрые? Добрые волчат. Где-то сожрать хотят а меня не любят все равно они у меня добрые, потому что я их так воспитывал с детства, все равно с добром на бои их не водил, не притравивались, потому что это тоже все вместе играет роль потому что они вроде такие серьезные, а в душе я знаю, что они добрядчики у меня в принципе я этого я хочу да, удобное приближение так, ну что, я предлагаю пусть они гуляют еще пока не пришел Ваган на работу кстати люди стройку просили, вот смотрите, это я не хочу особо говорить наперед, я сейчас проект составлю и потихоньку по возможности осенью начну стройку все зависит от продажи щемков поэтому буквально осталось немножко и начнем ну видите, мне тут на два фронта надо работать и дом делать и питомник делать чтобы мы в этом году вместе переехали собачку и все, потом этот двор будет как эксклюзив будем туда отпускать я не знаю, буду здесь держать аптечных сух я не знаю пока временно там щенков даже хотя нет, щенков удобнее будет да щенков будет удобнее вот здесь же вон те два вольера будут зона для щенков да Яврик, счастливый вспомнил молодость Яврик, я бы тебя запустил ты у нас более нормальный все кастрировано я имею ввиду к пятам ну что-то лишний раз не хочу вот здесь будут большие два вольера вот этих это будут для щенков родения я хочу сделать так, чтобы можно было перегородку раз как-то убрать и раз когда один поймет, чтобы вот это все их не было и внутри соответственно так же хорошо, а то у меня планировался там угловой вольер для щенков нет, вот эти как раз они смежные похожие это будут чисто для пятов взрослых шесть вольеров а эти два как родилка как родилка как говорится сейчас наброски дам, как я хочу сделать что-то примерно понимать конечно хотелось бы отсюда заходить тоже в питомник но тогда один вольер уменьшится я вообще планировал вот это вот эти вот два сделать как этот ну вход сюда и отсюда уже взял и в питомник но потом так получилось, что там лучше лишних два вольера, пусть будут как раз они родилками будут они могут найти афина хочет зайти не может да, как-то так я вот думаю здесь родилка наверное здесь вот и котельную буду делать где-то самое главное котельную большую, немаленькую кухню для собак ванную для собак желательно подсобку какую-то небольшую там корма хранить, все такое чтобы на кухне не хранить там кстати, те же холодильники можно в подсобке держать но это должен быть рядом с кухней подсобка, чтобы дверь открыл забрал с подсобки, там мясо чтобы не таскал по всем разморозить, допустим не знаю на кухне имеет, но небольшой холодильник морозимич а так, чтобы потом веткабинет нужен так что тут не прям идем идем тут не прям так много места, чтобы сказать что тут запасы если все подчуть сделать, поместится но хочется так, чтобы, блин, не чуть-чуть было ну короче, спасибо оставь, афина, оставь не надо вот этого шкодничьи так что, мне надо сейчас вот эта стена уже есть, я не знаю, ее ломать или уже оставить, я от нее плясать в принципе, вот кухня, вот, меня устраивает вот, это 6, грубо говоря, на 3 кухни 6 на 2 там ну, почему 3, в принципе сейчас вот так сделаю вот так сделаю, чтобы было понятно вот сейчас я буду думать, да вот 6 на 3 кухня не нужна хотя, блин, это уже, что и подсобка ну, может, пусть подсобка, блин просто подсобка еще подразумеваю, что будут там я не знаю, моющие средства но их надо отдельно поэтому подсобка для моющих для, так, миски, че миски, блин надо вот подумать значит, подсобка должна быть не так большая кухня пусть большая там будет сразу морозильник, не морозильник я люблю большой зато как-то, знаете, оп развернулся, все видно ну, простор здесь будет зал общий здесь диван будет здесь выход сюда собак всех, чтобы видно было блин, щеньки чуть, получатся чуть отдельно, да ну, ничего так, да все не предусмотришь ну, идеально вот эта зона, вот ее можно использовать если тут, я раньше хотел тут родилку сделать вот такую большую но сейчас, в принципе, можно вот так сделать как эти все вольеры на равны здесь тогда остается пространство и вот эта часть в принципе, вот эта 6 на 3 еще остается ее можно использовать но здесь, в любом случае, хочу как-то углом делать и здесь углом, чтобы оттуда вольер видели меня ну, они так же украину ну, в общем, и вот сделать здесь, грубо говоря, тоже веткабинет зоны для стационара, грубо говоря ну, кабинечки кабинчики будут чтобы кто-то приболел кто-то что-то но, видите, получается все будет в одном месте не знаю конечно, такие вещи лучше делать подальше от здорового собак ну, в любом случае это так на всякий делается я думаю, что в дальнейшем что-то можно другое придумать ну, в общем, примерно как здесь медпункт стол будет работать что-то там раз собакам ногти постриг поставил на стол там, я не знаю, что бы ни было здесь вот такие закрытые эти вот боксики вот можно их тризот раз, два и этот угловой три боксика на всякий полностью стеклянные просто как вот хрен как вот ветклинику заходишь ну, в общем я очень сильно хочу вот это сделать я себе вот жена не был я, честно, я уже в питомник делал бы потому что блин мне вот это больше приносит удовольствие, чем дом здесь я могу так же жить диван поставить кстати, вот диван жить, да? значит, тут надо раковину возле дивана чтобы мало короче, вот самое сложное это вот здесь вот в вольерах придумать все грамотно что в каждом вольере ну, сливы есть я вот в каждом дело и на улице, и внутри я хочу типа раковину руки помыть чтобы миски с водой автоматически наполнялись желательно автоматически сливались а я вре только не сыты туда, я прошу чтобы миски выезжали не заходя, может там кого-то попросить, чтобы покормить в общем, вот тут на самом деле это не просто и второй тяжелый момент чем это все огораживать если вы так закрывать там на метр шестьдесят тогда так сказать это уже все неподвижно будет а я думал так сделать кто хотел, чтобы они видели будут видеть все равно не до пахма хотели, допустим сука, кабель, сука две суки начнут сдали карам сети ну, короче, это начнется не до двух кипиш поэтому все-таки лучше закрыт но я думал, чтобы хотя бы когда я дома как-то открывалась тогда это надо делать я не знаю, что-то другого ну, в общем, проще вот так сделать вверх уже сетка так же с улицы но я хочу с улицы сделать типа, чтобы так выезжала на роликах чтобы раз, приоткрыл пополам вот четыре метра два метра открыл и они это в общий допустим, раз вдвоем бегают ну, короче вот из-за вот этих вот моих я хочу сделать как-то им более круто более там как сказать комфортно чтобы все раз соединил все для собак чтобы, знаете раз уже два вольера ну, пару отпустил открыл между ними они там бегают уже в большом вольере а по сути тут и так большие вольеры три на четыре вот три на четыре уличный только вольер внутренний три на два восемьдесят где-то будет и вот правильно сообразить тут зоны тут где-то будет шибенка где-то будет бетон где-то настил деревянный вот это вот все септик ой, это внутри ой, дренаж ну, септик, короче да, будет тоже сливаться значит, зона туалета здесь как-то керхером буду мычу все сюда уходило и плюс их на мочане-мочане вот походят в зоне туалета и водой помыл и мочу все смыл оттуда какашки, понятно, отдельно сам убирай ну, вот эти вот я говорю если просто закрыть проблем нет просто взять нагухо закрыть там на метр шестьдесят все, проблем нет строй дальше я же хочу а если открывалась закрывалась на роликах да, ну, как от ворота сделай железный и летом будет жарко сделаешь из какой-то другой материал будет ненадежно вот поэтому сижу думаю, но уже думать некуда ну, все, все все, завелись завелись камеру уменьшу мне кажется, сейчас девочки подрастут они будут выносливее луны потому что они постоянно в движении они какие-то такие слушай, они всегда на шухере волчары, да волчары на походке ну, поэтому вот сначала сейчас хочу сделать планировку а, потом вот здесь что будет здесь будет буферная зона вот как дверь заканчивается вот, грубо говоря два метра не грубо, а два метра вот сейчас запчекнуть так, обчекнули так, смотрите тут вот будет вот так идти можно даже кстати, вот так как идет такие два метра еще расширения буферная зона чем она хороша? тем, что вот так можно волков отпустить а петли здесь и они друг друга не тронут буферная зона обязательно так же над буферной можно сделать не нужно будет сделать небольшой такой кругленький этот ну, как вариант так тоже будет делиться здесь чтобы ты раз отпускаешь этого, чтобы он отсюда от себя вышел туда а не вышел к этому забрался допустим я не люблю эти лишние клетки люблю более пространство чтобы было побольше бля, хотел бы подожди к ним заходить каждый раз открывать этот чтобы зайти в этот или с улицы каждый будет ну, в общем потому что вход-то отсюда у меня я могу еще здесь сделать на воротах вход дверь калит в общем вот чуть-чуть конечно у меня вот эта территория уже была бы я бы может все подругой я вообще там бы там вида нет такого, как здесь почему там потому что там более ровно меньше попадосов на бетон и я бы вообще у меня же была территория до Орешникова такая небольшая и я бы конечно бы сюда сдвинул весь питомник ведь я из-за заезда не смог у меня 8.30 по наружке здания а в длину где-то 34 метра ну, если до конца до регилетия а так вот это здание 24 метра вот до конца этих родилок если бы не узкая эта территория я взял бы как минимум здание шире и во-первых отодвинул бы чтобы с той стороны тоже вольер выходили вот та сторона была бы хорошо там кто-то приболел кто-то что-то отдельная зона уже была все ну, в общем выгул отдельно можно было делать те же течь ну, в общем многое чего ладно то, что есть имеем уже хорошо вот здесь, друзья вот, объясню как будет как я думаю я вообще же говорю хотел сделать вот отсюда вот вход это типа ну, зал вот для собаки а тут планировал поэтому здесь увеличили думаю, ладно зал сюда а здесь вот уже получился вот такая здесь, друзья будет терраса большая ну, открыто а здесь терраса прям большая здесь это все видно всех видно отсюда ну, здесь вообще классное место вход с террасы ну, можно так но тут же буферная зона идет поэтому вход можно сделать вот отсюда ну, хрен его вот тут нюансов полно не знаю или я думал сделать вот родилку вот одну а эту оставить уже для себя для входа дверь тогда это все поменять сделать нормально большую это чуть неудобно на каждый день ну, грубо говоря и отсюда вот вход сделать питомник отсюда сюда на террасу ну, тогда родилка одна получается такая хотя да, можно и вторую сделать просто так как-то четко отдельно два стоят все, два хватит вполне бокса этих для родилки ну, как-то вот думать буду еще вход вот на террасу на террасу здесь можно и отсюда как-то сделать ну, идеально вот так было идеально вот это вот ставят для вот входа в питомник на террасу отсюда даже можно с улицы сделать дверь в зал это вот уже зал будет чтобы, знаете крингу готовить собак выставки зимой заниматься с ними все будет стеклянное чтобы видно было дорожка беговая ну, понимаете, да то все там это тоже когда ты будешь заниматься там с кем-то беговая дорожка они будут все орать поэтому, грубо говоря вот здесь это ихняя рабочая зона отпустил зимой холодно, грязно слякоть, допустим они здесь бегают в чистоте пару отпустил они занимаются ты с ними занимаешься раз, закрыл следующих но мне это удобно представляете если ваган зайдет увидит волков он же заходит поэтому, друзья моя мечта скоро воплотиться потихоньку пусть год пусть два но я это сделал мне главное сюда пересветь а дальше мы уже замутим потихонечку ой, ой, ой вы как мои племянники давайте подойду ты что делаешь ты что, логово уже строишься мы подходим просто можете дальше копаться мне не жалко разравнивать давайте я снимаю как вы работаете что там, гуку на нашли ааа, игрушку сплэйк ну давайте, ройте я что, зря пришел давай давай начинай давай начинай давай начинай Главнокомандующий так копать давай тайра копать были уже наверно много снял так что так главное начать рисовать пока не начал строится потому что я сейчас начну рисовать и начну понимать что блин все грубо говоря по-любому вход не нужен 3 10 на просто все построить ой все начертить все начертить и уже как проект грубо говоря потому что так все не учтешь а потом будет в шоке будешь а лучше заранее все предусмотреть максимально тогда будет не пойдет я уже спокойно другими делами занимался нервничать постоянно следить у меня яврик слуны молодцы но я уже вижу они уже наигрались уже не знать чем дальше давайте валера яврик луна тайра финка давай дверь качается они сейчас идите моя хорошенька афина тайра давайте вали пойдем 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 смотрите эти завыли как назло потом придешь кстати видите вот это дерево вот она хорошая высокая пышная а вот это дерево подсыхает видите уже не такое бы что потому что забор сделали ли корни протаранили я не знаю но хоть не высохло час хутор просыпайся хватит всем спать давай два продолжаем все молодцы я ваш волк так девочки мальчики пойдемте в вольер давайте только без друга неспокойно давай вольер пойдемте луна пойдемте будете сушить буду отпускать серьезно чаще не будете сушить будьте в неделю раз выходи пойдем луна а я врик давайте давай луна луна тайра афина давайте 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 идите сюда молодец сумка тайра афина 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 тайра тайрочка давай вольер пойдем я понимаю там интересно вы молодые конечно так нет 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 вольер бегом давай давайте афинка иди сюда афин акина нет луна 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 нельзя таро афинка давай 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 моя девочка давай осталось ты молодец в умнички молодцы кто может такого особо не управлять замок кто-то может я пока не все давайте вольер афинка тар тар ну потом посмотришь что-то давайте вольер здесь тоже надо это все брать девочки хотя бы афинка давай вольер афиночка афинка валик оси афина афинка валерь давай 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 время мира 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 рудин настоящий тайа луна сюда иди давайте бегом нельзя афина нет валер тайра нельзя афина афина ты хочешь ругаться со мной она быстро валер афина тайра тайрочка давайте валер бегу бегом валер 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 быстро валер молодцы я принесла мама забрала так сейчас молодец красивые создания вот это вот она сказала не уже посадил резко поврежу палец а бетон все молодцы умнички афинка украла все молодцы а я в реку умничка лунка умничка тайра умничка афинка умничка молодцы мои умнички давайте еще раз ручку и там да и дети мы решить дам 2 этих встретились у нее не забирает еще и боишься эти тайра не дочь что любишься как они резко до переключается от волки да когда полиняют посмотрите на их не рожи посмотрите вот густая когда бока вот эти щеки да да на волос так все друзья окей я пойду молодцы вы умничками дашка сказать можно с 1 вольер взять взять вход питом ну блин у меня вход еще сзади питомника там зал выход там поставлю калитку выходить можно заходить но отсюда куда тоже хочется зайти можно 1 вольер сделать меня потеряю тогда один бокс вольер один потеряю для питов можно сделать здесь чисто не весь вольер забрать грубо говоря а там я не знаю половину вольера чтобы сюда это будет какая-то херня или жест вот пойду нарисую мне уже будет проще собразить что и как сделать а здесь видно да что постоянно что-то делается сразу ухоженно все тираж по косе